МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Тест Драйв. Я Игорь Маржаретта, а это Аудио Q5. Новейший кроссовер от известного европейского производителя. Сейчас самое лучшее время, чтобы его протестировать, потому что в Ауди уверяют, это не только автомобиль класса люкс, но и полноценный современный внедорожник. Этот внедорожник очень достойно вооружен. На выбор предлагается 4 двигателя, из которых 2 дизеля, 2 бензиновых, 2 двигателя 4-цилиндровых, 2 6-цилиндровых. Это самый, наверное, распространенный и удачный двигатель. Это современная разработка, 2-литровый двигатель FSI, 211 лошадиных сил с турбонаддувом. Он очень экономичный. Есть еще бензиновый двигатель 3,2 литра, есть 2-литровый дизель и 3-литровый дизель для тех, кто не смыслит своей жизни в городе, а предпочитает совершеннейшую, раздолбанную какую-то проселочную дорогу. Что можно сказать про дизайн этого автомобиля? Он великолепен, совершенен. Это такой спортивный дух Ауди. И в то же время видно, что это внедорожник. Вот высокий просвет, 20 сантиметров. Вообще машина высокая, такая крепкая. Хочется сесть за руль и куда-то стремиться в бездорожье. Хотя вряд ли это стоит делать. Давай для начала посмотрю, как чувствует себя задний пассажир. Сзади довольно много места, и над головой есть свободное пространство. Хотя коленки упираются, но в принципе с комфортом тут 2 человека могут уместиться. В принципе есть 3 подголовника, но понятно, что это автомобиль не для задних пассажиров. Скорее для водителя и переднего пассажира. А теперь давайте посмотрим, какой багажник у этого автомобиля, претендующего на титул универсального. Открыть его можно за ручку или с кнопки. В принципе видно, он достаточно большой для такого автомобиля. Не очень глубокий, но пару чемоданов можно положить. Задние сиденья складываются по разделению. Ну в общем чудес не бывает ожидать какого-то огромного багажника. Не стоило, так оно и есть. Ну что, теперь пока меня не замело окончательно, посмотрю, как он выглядит с точки зрения самого главного человека, водителя. Ну что, первым делом все-таки заведу машину, погода такая. Вот такой у нее ключ интересный. Собственно, этой ключи сигнализация и заводится вот так интересно. Впад вставляешь, ногу на тормоз и все. Машина завелась. Ну что, первое ощущение роскоши, которая окружает тебя со всех сторон. Конечно, богатый автомобиль. И сделанный с великолепным качеством компанией Audi, которая славилась всегда, но на таких автомобилях тем более должно быть все подогнано, даже не до миллиметра, а до микрона. И материал вот просто роскошный. Вот тонкая кожа, которая обтянута торпеда. Кожа, которая обтянута руль. Вставки из алюминия, это алюминий. Это не пластик, как у других компаний под алюминий. Это действительно алюминий. И это везде качество, это везде стиль. Это везде вот линии, которые плавно перетекают одна в другую. В общем, придраться в принципе не к чему. Даже если очень захочешь, начнешь искать какие-то вещи, ну, невозможно придраться. Сидения очень удобные. Кожа хорошего качества. Она тут двухцветная, с вентиляцией. И боковая поддержка хорошая. Регулируется сидение и водительское переднее пассажиры. Естественно, электрорегулировки. Огромное количество положений. В общем, можно подогнать под любого водителя. Единственное, вот, наверное, все-таки высокому водителю будет в этой машине тесновато. По росту, в принципе, хотя можно немножко опустить низ сидения. Но она сделана под некий средний рост. Руль. Очень удобный руль. Он достаточно небольшого диаметра. Такой плотный. Такой хороший, очень удобный. И узнаваемая ступица руля. Естественно, с подушкой безопасности, с фирменным значком Audi. На руль вынесено достаточно много управления музыкальным центром. Сюда и управление мобильным телефоном. И вот эти лепесточки под рулем. Это управление режимами коробки передач, если кто-то захочет в ручном режиме работать. Ну и подрулевые переключатели. Тут все нормально. Тут не Mercedes, тут Audi. Поэтому справа все дворники, слева весь свет. И тут еще снизу есть рукоятка круиз-контроля. Это уже на любителя. Далее, слева на ручке двери управление четырьмя стеклоподъемниками и зеркалами, которые, естественно, с подогревом. Тут слева такой круглый переключатель. Это режимы работы света, режимы противотуманок. В общем, и все. Далее, если перейти сюда, на центральную часть, большой компьютер, который дает режимы работы сейчас музыкального центра. Можно включить режимы работы климат-контроля. Еще какие-то данные получить. Вот цветной, красивый. В случае, если задний ход, то здесь включается указатель работы парктроников. Как и что показывает. Есть задний вид. Тут нет видеокамеры. Здесь только парктроники сообщают, если сзади и спереди какие-то препятствия. Дальше. Значит, ну, интегрированная музыкальная система. Дорогая. Специально сделана для этой модели. В принципе, конечно, с чтением МП-3. Это уже современное требование для всех автомобилей. Ну, и двухзонный климат-контроль. Хорошенький. Такой удобный, понятный. Немножко мешает ручка, но в дороге уже регулировать это будет удобно. Значит, рукоятка автоматической коробки. Значит, здесь это не автомат, это робот. Но современный, суперсовременный робот, который называется S-Tronic. Такой же устанавливать на Volkswagen, он называется DSG. Это семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. Самое современное, что сейчас есть в коробках передач. Это такой ноу-хау компании Volkswagen Audi. Совершенно не чувствуется, когда переключение. Ну, и режимы, соответственно, можно в ручном режиме, можно в автомате. Здесь же ручник, он вот такой электрический сделанный. И несколько кнопок отключения системы стабилизации для тех, кто любит полихачить. Система Heal Assist, это для подъема и спуска с горы, помогает, притормаживает. И отключение парктроника. Собственно, это все. Автомобиль, в принципе, вот эта комплектация городская. Тут нету специальных никаких систем для преодоления внедорожных таких тяжелых условий. В других комплектациях они появляются, такие электрические блокировки. Здесь этого нету. Здесь только постоянный полный привод. Ну, и что еще? Ну, подлокотник очень удобный. Там, естественно, прячется несколько двухэтажный такой дополнительный бардачок, подстаканники. Прикуриватель. Что еще у нас? Здесь такой двухэтажный бардачок, тоже с массой отделений, очень удобно. Вот. Вот интересно. Смотрите, дорогая машина, а подсветки зеркал нет. Почему, не знаю. Ну, экономика какая-то странная. То же самое водителя нет. Ну, и здесь, как понятно, что это все, что надо. Очешник и свет отдельно для водителя переднего пассажира или общий свет. В общем, все очень удобно. Устраиваемся, пристегиваемся. И можно трогаться. Такая погода идеально подходит для теста внедорожника городского. Потому что делают такие автомобили, и вошли они в моду не потому, что люди, которые сидят за рулем, все время бросаются штурмовать лютое внедорожье. А потому что в условиях переменчивой погоды, когда то дождь, то снег, то грязь, то гололед, человек должен чувствовать себя за рулем уверенно. Ну, а внедорожник как раз дает это чувство уверенности. С одной стороны, высоко сижу, вот как тут. Высоко ведь сижу. Обзорность хорошая со всех сторон. С другой стороны, высокий клирекс. Тут 20 сантиметров. Это дает возможность спокойно шастать по сугробам, вот по таким небольшим. Совершенно не боясь, что где-то застрянешь. С третьей стороны, полный привод. Вот здесь интересная фирменная аудовская система стоит полного привода. Он постоянный, но при этом усилия распределены через электронную муфту. Так что 40% идет на передние колеса, а 60% на задние. Некоторые выбирают схемы как раз наоборот. Кто-то 50 на 50, но вот Ауди выбрали такую схему, где сзади больше усилий. Это дает возможность более почувствовать спортивный дух машины. Потому что предполагается, что владелец этой машины, водитель, он в душе спортсмен. И где-то очень на хорошей дороге, или на очень хорошей, где позволяет условия, может зажечь и так с ветерком пронестись. Так, наверное, и есть. Ну, здесь вот на этой заснеженной трассе особенно не зажжешь. Но зато можно почувствовать, как автомобиль себя ведет в условиях снега. А ведет он очень хорошо. Вот прекрасно чувствуется руля. Кстати, великолепная связь с рулем. Чувствует он малейшее желание водителя. Вот двумя пальцами можно делать. Этого не стоит, но в принципе он отзывается моментально. Великолепная связь. Не буду говорить о том, что в этом автомобиле установлены все возможные, сегодня доступные инженерам системы безопасности. Естественно, АБС сейчас в Европе ставят даже на автомобили класса А. Недорогие. А что уж говорить о внедорожнике класса премиум. Конечно, АБС, причем она продвинутая. Причем тут и система усиления тормозных усилий, и стабилизации. В общем, все, что может быть, сегодня есть в этом автомобиле. Так, чтобы водитель чувствовал себя уверенно на любой, в первую очередь, скользкой дороге. Потому что такие машины, еще раз говорю, не для глубокой колеи, несмотря на высокий дорожный проспект. Ну и вот в таком снегу, который в Москве убирают не всегда и не сразу. Даже если попытаться резко тормознуть, разогнать эту машину резко тормознуть, ее не занесет никогда. Современнейшая коробка, вот эта стоит автомат, S-Tronic называется. В принципе, при желании можно заказать и механику шестиступенчатую. Например, с дизелем устанавливается только шестиступенчатая механика с трехлитровым. Но это уже сильно на любителя, потому что, скорее, все-таки это городской автомобиль. И в 99% случаев владелец будет ездить по городу, и чтобы ему было комфортно в пробках, комфортно в каких-то таких городских условиях, автомат предпочтительный. Тем более, такой, как S-Tronic, он очень плавно работает. В общем, вообще не слышно, как переключаются какие-то скорости. И при этом он очень экономичный. В сочетании с этим современным двигателем FSI, при мощности в 211 лошадиных сил, в экономичном режиме при езде по городу, он может потреблять примерно в среднем 7,5 литра бензина для такой тяжелой, почти двухтомной машины. 7,5 литра бензина на 100 километров. Это, в общем, конечно, очень хороший показатель. Ну, естественно, если у водителя дерганный стиль езды, или он любит где-то зажечь со скоростью, расход будет больше. Но все равно, даже в очень жестких условиях, он не выходит за рамки 11 литров бензина. По нынешним меркам это очень здорово. Кстати, для самых экономичных в Европе два дизеля. Они продаются и у нас, но у нас электронные дизели немножко смотрят пока еще снисходительно. Хотя аудевские дизели, они очень тихие и приятно разгоняются. Динамика у трехлитрового дизеля вообще просто шикарная. И при этом трехлитровый дизель, в принципе, если по трассе укладывается в фантастическую цифру 4,5 литра солярки, на 100 километров. Но еще раз говорю, пока у нас спрос на дизели меньше, чем в Европе, у нас все-таки выбирают больше бензиновые двигатели. В силу разных причин, менталитет, цена бензина у нас не такая высокая, как в Европе. Поэтому все-таки предпочтение отдается моторам бензиновому. И на выбор тут есть люксовый шестицилиндровый вариант 3,2 литра или вот этот двухлитровый турбонадом, который мне лично очень нравится. Все равно это спортивный автомобиль, он достаточно нажат на педаль газа и чувствуется, как под капотом взвывает двухлитровый турбомотор. Все эти 211 лошадей, они готовы доставить водителя, причем доставить его не просто так, а с удовольствием, из точки А в точки Б, или куда угодно, или отсюда к морю, или отсюда куда-то с лыжами покататься. Потому что, в принципе, сверху есть рейлинги, чтобы закрепить какой-то ков, такой багажник, поставить лыжи там, или можно там сзади сложить сиденья. В общем, автомобиль утилитарный, с одной стороны, с другой стороны автомобиль, подчеркивающий статус владельца, показывающий, что владелец человек очень обеспеченный. И позволяющий себе вот такой, вроде как, городской, очень недешевый автомобиль с задатками внедорожника. Если кратко подвести итоги, впрочем, кратко не получится, потому что этот автомобиль влюбляет в себя, и хочется на нем ездить долго и говорить долго. Но попытаюсь. У аудио получилась очень хорошая машина, которая подойдет для взрослого и для молодого, для мужчины и для женщин, для города и слегка бездорожья. В общем, Q5 машина на пятерку. Спасибо, что были сегодня с нами. Тест-дрейд для вас проводил Игорь Маржалетто. До следующей встречи. Продолжение следует...